Сегодня лекция посвящена течением современной философии. Остановимся на русской философии. Самостоятельное творчество в области философии начинается в России лишь во второй половине XVIII века, а в XIX веке начинается эпоха ее интенсивного развития. Когда в России стала просыпаться философская мысль, на Западе давно шла напряженная, активная философская жизнь. Соответственно, особенностью русской философии что было? Совмещение, ученичество, некоторое повторение того, что было сделано на Западе, и свободного собственного творчества. Наличие на Западе богатой и творческой жизни имело как положительное, так и отрицательное значение для России. Почему? Потому что, с одной стороны, приобщаясь к философскому движению Запада, русские люди как бы сокращали для себя путь вхождения в сложную философскую проблематику. Но, с другой стороны, собственное творчество было стеснено. Целые поколения России попадали в плен к Западу. Мощь её собственного гения впервые проявилась в сфере не философии, а в сфере литературы. Достаточно назвать только фамилии, такие как Державин, Жуковский, Пушкин. Русская философия не теоцентрична, то есть в центре её не стоит религия. Хотя в значительной части глубоко и существенно религиозно. Не космоцентрично, то есть, так сказать, не вопросы натур философии стоят в центре философии природы. Хотя эти вопросы очень рано стали привлекать внимание. Она антропоцентрична. А что значит антропоцентрична? То есть в центре русской философии стоит человек. Его жизнь, его судьба и моральная установка. Русская мысль сплошь исторична. Она обращена к вопросам истории. Эсхатологические концепции XVI века перекликаются с утопиями XIX века. Каковы этапы развития русской философии? Первое – это религиозно-философские представления русского средневековья. Русское средневековье продлилось почти восемь столетий от призвания варягов в 862 году до избрания на царство династии Романовых в 1613 году. Общей духовной основой русского феодализма явилось восточное христианство. Православие. Ну и связанные с ним деятели – это Иоанн Дамаскин, Владимир Мономах, Нестор Летописис. Философия просвещения. Этот период длится от середины XVII века до I, III, XIX века. Это время европеизации России. Секуляризация, то есть отход от религиозного господства, охватывает все стороны духовной жизни. Пробудился интерес к науке и философии. Россия обратила взор на Запад. Философия пронизана наукоцентризмом. Появляются петербургские и московские университеты. Фамилии Курбский, Иоанн Прокопович, Татищев. А позднее просветительство представляет Теплов, Анечков, Козельский. Затем идут идейно-философские течения XIX-начала XX века. На сцену истории вышло поколение дворянских революционеров, декабристы, разночинцы. Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Пицарев. Все это блестящие авторы, и особо следует выделить Чернышевского, который, можно сказать, один из немногих мыслителей мира, которые самостоятельно пришли к диалектическому материализму. Кого мы можем еще назвать? Ну, кроме Маркса Энгельса, который, прежде всего, выделяется своими позициями, познаниями и развитием диалектического материализма, и это Иосиф Дизген, немецкий Кожевинник, который, кстати, и работал здесь, в России. И вот Чернышевский. Выделялись лидеры слонофильства, Хомяков, Киреевский, Самарин. Народничество. Ткачев, Лавров, Бакунин. И, наконец, русский марксизм. Плеханов и Ленин. Развитие русской философии в послереволюционный период связано, конечно, с именами. С одной стороны, такими, как Федоров, Схолковский, Вернадский, которые обеспечивали философское отмысление российского исторического опыта XX века. А с другой стороны, это ленинизм и философские работы Сталина, в том числе о диалектическом и историческом материализме. Вот, что можно сказать про русскую философию, если в таком обзорном ключе о ней говорить. Следующая тема, которую мы рассмотрим, философская антология. Не по принципу страны, а по принципу темы. Что такое антология? Антология есть учение о бытии. Существуют монистические и плюралистические концепции бытия. Бытие рассматривается как материальное и идеальное. Отдельно рассматривается специфика человеческого бытия или бытия человека. Антология – это учение о бытии как таковом. Со времен античности в философии различают бытие и сущее. Что такое сущее? Сущее – это бытие. Но какое бытие? Непосредственное бытие. То, что есть непосредственно. Вот как мы различаем хлеб, который в закромах, хлеб, который на складе, и хлеб насущный, который уже на столе, и который вы можете сейчас отломить кусочек и поесть. Бытие – это причина самого себя, как считают антологи, самодостаточная, ни к чему не сводимая, ни из чего не выводимая. Наоборот, из бытия надо выводить все остальное. Само слово бытие введено греческим философом Парменидом. Согласно его учению, бытие не возникает, не исчезает, оно существует всегда. Иначе оно не было бы бытием, а зависело бы от чего-то, что дало возможность ему возникнуть. Оно неделимо, неподвижно и закончено. Бытие у Парменида умопостигаемо. Причем, как писал Парменид, есть только бытие, а небытия вовсе нет. То есть он не допускал этого самого небытия, которое бы разрушило столь стройное здание бытия. Вторым мыслителем, поставившим вопрос о бытии, был Сократ. Сократ открыл реальность, которая не является ни природой, ни человеком. Это третья реальность. Она соответствует тому, что называется бытием. В средние века постоянным был вопрос, отождествлять ли Бога с бытием или поставить его выше бытия. Но вы знаете, что такой философ, как Спиноза, эту проблему решил таким образом, чтобы поставить это на один и тот же уровень. есть природа, материя, она же и Бог. И это вот такая философская концепция, Спинозовская, называлась пантеизмом, то есть пан, то есть все Бог. Все Бог. И стены, и здания, и земля, и природа, все это Бог. И в то же время все это и материя. В новое время гносиология вытеснила антологию. А гносиология – это наука о познании, теория познания. Логос – это знание, гносио – это знать, то есть знание о знании, гносиология. Начиная с Канта, вопрос о бытии – необходимая составляющая всякой философии. Хотя и вытеснила гносиология, антология, но тем не менее вопрос о бытии в каждой философской концепции так или иначе присутствует. Бытие и существование их различают. При этом, если вы возьмете систему Гегелевскую и теоретику Гегеля, то бытие и существование существует даже как разных две книги первого тома науки логики, объективной логики. Том первый – это учение о бытии и том второй – это учение о сущности. А там, в этом учении о сущности, имеется категория существования. Но там есть и другие категории, которые можно тоже рассматривать как вид бытия. Это категория явления и категория действительности. Основными формами бытия являются бытие природы, бытие общества и бытие человека. В антологии ставится и решается следующие вопросы. Обладает ли мир в своем существовании единством? И что является основой этого единства? Является ли мир в своем существовании неизменным, или он постоянно изменяется и развивается? Упорядочен ли мир в своем развитии изменений? Подчиняется ли он каким-либо законам, или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом? Обладает ли мир в целом и в своих отдельных частях системной организации или существует как простой конгломерат различных элементов? В зависимости от их решения философские концепции разделяются на материализм, идеализм, манизм, плюрализм, детерминизм, индетерминизм и так далее. Если детерминизм – это учение о том, что все определяется какими-то причинами, что все без причин не бывает, то индетерминизм как раз настаивает на том, что никаких причин нет, это случайно так получается. Манизм означает, что истина одна, а плюрализм означает, что истин много. И вы, и ваша точка зрения правильная, и моя точка зрения правильная, и Иванова точка зрения правильная, у всех правильная, но своя правда у каждого. Пространственные, временные характеристики характеристики бытия, проблема жизни, ее конечности, бесконечности, уникальности, множественности во Вселенной рассматривается вот в учении о бытии. Понятие материи, которое сплошь и рядом просто отождествляется с бытием, и можно сказать материя, а можно сказать бытие, прошло несколько этапов в своем развитии. Первый этап – этап наглядно чувственное ее представление. Второй этап – этап вещественно-субстратного представления. Материя отождествляется с веществом, атомами. Третий этап – формирование философско-адносиологического представления о материи. Материя – это то единое, что есть. Она – объективная реальность, которая отражается человеком в его ощущениях, чувствах, мыслях, процессе познавательной деятельности, существуя, независимо от них. Материя, как объективная реальность, обладает рядом свойств, таких как объективность, несотворимость и неуничтожимость, неисчерпаемость свойств, существование во времени и пространстве, движение. Движение, как способ существования материи, это любое взаимодействие, взятое в единстве со своим результатом, вызываемым изменением. Свойства движения – движение материально, движение объективно, движение универсально, движение противоречиво. В середине XIX века были сформулированы принципы классификации основных форм движения материи. Была создана классификация форм движения, которая включала механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное движение. Опираясь на достижения современной науки, можно выделить большее количество форм движения материи. Пространство и время являются объективными формами существования материи. Существуют две основные теории, объясняющие сущность пространства и времени – субстанциальные и реляционные. Субстанциальная теория уходит корнями к Демокриту. По его представлению, мир – это атомы и пустота. Но именно Ньютон в своей знаменитой книге «Математические начала натуральной философии» ввел господствующие в науке до начала XX века понятия пространства и времени, известные как абсолютное пространство и абсолютное время. Абсолютное пространство – это универсальное вместилище себя и всего существующего в мире. Оно безотносительно к чему бы то ни было внешнему, всегда остается одинаковым и неподвижным. Абсолютное время представит как универсальная длительность любых процессов во Вселенной. Оно само по себе без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно. С точки зрения этой концепции, абсолютное пространство, время и материя представляют три независимые друг от друга сущности. Среди ученых, которые не соглашались с Ньютоном, был Лебнис. Но лишь в середине XIX века, когда Максвеллом была создана теория электромагнитного поля, ученые задумались о замене абсолютного пространства и абсолютного времени относительным. Тем не менее, утверждение новых взглядов на пространство и время произошло только в начале XX века после создания Альбертом Эйнштейном теории относительности. В 1905 году появилась статья, неизвестного еще тогда Альберта Эйнштейна, к электродинамике движущихся тел, в которой были сформулированы основные положения специальной теории относительности. В 1916 году была создана общая теория относительности. Вывод. Свойства пространства и времени зависят от свойств движущейся материи и от гравитационных полей, в которых происходит движение. Общие свойства пространства и времени – объективность, всеобщность, противоречивость. То есть, можно считать так, что имеется материя, а в нее есть разные свойства и формы. В протяженности этой материи равенство с собой выражается категорией пространства, а неравенство с собой изменения выражается категорией времени. А поскольку каждый следующий момент движения материи, включая в себя все предыдущее, является его результатом, то идет развитие материи. Раз идет развитие, движение низшего к высшему, простого к сложному, поэтому время имеет направленность только в одну сторону – из прошлого в будущее. Обратное невозможно. Обратное возможно только в сказках. Свойства пространства – протяженность, трехмерность, изотропность, однородность, свойства времени, длительность, необратимость, одномерность, однородность. Идея развития в философии. Диалектика – это философское учение о законах развития природы, общества и сознания. Первоначально термин «диалектика» означал искусство вести беседу, рассуждать. Сократ так его понимал. Наиболее яркое воплощение диалектики как учение о развитии мы находим у Гераклита. «Все течет, все изменяется», – говорил Гераклит. «Идея развития, проявившаяся в разных науках, биологии, космологии, истории, были философски осмыслены в трудах представителей немецкой классической философии. Прежде всего, в сочинениях Гегеля. Именно в трудах Гегеля диалектика впервые была разработана как учение о развитии мира. Диалектика Гегеля разработана на идеалистической основе». Что это значит? Это значит, что с точки зрения абсолютного идеалиста Гегеля есть только абсолютная идея, она развивается до материи, развивается как материя и приходит через познание самой себя, самому или к самой себе. Маркс и Энгельс рассматривали развитие как атрибут материи, их диалектика материалистическая. Метафизика. Сегодня она снова в моде, буквально это означает «после физики», наука о сверхчувственных причинах и началах бытия. Впервые термин употребляет Андроник Родовский, первый век до нашей эры, назвавший так группу трактатов Аристотеля «обытии» в самом по себе. Метафизика как метод познания и понимания природы формировалась первоначально в естество знаний, затем была перенесена в философию в Беконом и Локом. Классическая метафизика XVII-XVIII веков была антидиалектична, то есть не признавалось развитие, и механистично, то есть все формы движения сводились к механической. Нео-метафизика существует или в форме плоского эволюционизма, дескать, тут нет никакого развития, а просто эволюционирует природа и общество, или творческого эмерджентизма. С XIX века понятие «метафизика» означает противоположный диалектике метод, отрицающий саморазвитие бытия через противоречия, тяготеющий к построению однозначной, статичной и умозрительной картины мира. Диалектика, будучи теоретическим образованием, представляет собой сложную систему взаимодействующих между собой моментов. Современная диалектика рассматривает в качестве своих оснований принципы объективности развития детерминизма, системности конкретно исторического подхода. Закон в диалектике – это необходимая, существенная, устойчивая, то есть повторяющаяся связь между процессами и явлениями мира спокойная в явлении. Законы делятся на всеобщее, в общие и частные. В рамках детерминизма важно рассмотреть динамические и статические законы. Законы диалектики – это всеобщие законы, действия их – живая и неживая природа, общество и человеческое мышление. Закон перехода количественных изменений в качественные выделяется. Для понимания этого закона надо определить основные категории – качество, количество, мера. Качество – это непосредственная определенность предмета. Количество – это более глубокая определенность, более глубоко понятое качество, как писал Гегель. Единство качества и количества – есть мера. Развитие – есть единство количественных и качественных изменений. Это единство непрерывности и прерывности. Сам переход одного качества к другому характеризуется понятием «скачок». Скачок – это перерыв постепенности. Закон единства и борьбы противоположностей – это всеобщий закон, главный идеалектический закон, главный закон, можно сказать, движения и самодвижения, поскольку самодвижение совершается в порядке борьбы противоположностей, в порядке разрешения противоречий. Этот закон вскрывает в развитии его внутренний источник побудительную силу. Для раскрытия этого закона надо определить следующие категории – тождество, различия, противоположность и противоречия. Тождество – категория, выражающая равенство объекта самому себе или нескольких объектов друг к другу. Различие – это категория, выражающая отношения неравенства объекта самому себе или объекта друг к другу. Противоположность – это категория, отражающая взаимоотношения таких сторон объекта или объектов друг с другом, которые отличаются друг от друга. Противоречие – это процесс своемопроникновения и взаимоотрицания противоположностей. Противоречие является внутренней основой развития. Развитие представляет собой процесс становления, обострения и разрешение противоречия. Разрешение любого противоречия представляет собой скачок, Качественное изменение данного объекта, превращение его в качественно иной объект. Закон отрицания-отрицания. Этот закон отражает общий результат и направленность процесса развития. В соответствии с этим законом любая последующая фаза развития предмета отрицает предыдущую, таким образом, что удерживает, сохраняет необходимые черты последней, в то время как утратившие сущностные черты ее исчезают вместе с ней. Вот это движение выражается категорией снятия, а снятие – это не просто отрицание, а отрицание с удержанием. Спиралевидная форма процесса развития детерминируется его необходимыми атрибутами – повторяемостью и преемственностью. Основные категории и законы диалектики раскрывают сущностные характеристики процесса развития, его причину, направленность и характер. Категории, наряду с законами и принципами, составляют необходимую часть учения о диалекте. Категории – это наиболее общие понятия. Категории диалектики – это всеобщие понятия. К ним относятся категории сущностей и явлений, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, возможности и действительности, содержания и формы и другие. Проблема сознания в философии природы мышления. Центральное место в нервной системе человека занимает мозг. Головной мозг человека состоит из 40-50 миллиардов нейронов, каждый из которых имеет до 10 тысяч соединений с соседними клитками. Мозг современного человека составляет 1,5 часть массы его тела. Для сравнения, у шимпанзе – 1,150, у гориллы – 1,5 часть. Только два вида млекопитающих – дельфины и морские свиньи – превосходят человека и по весу мозга, и по количеству извилин. Но важна не столько удельная масса мозга, сколько и его внутренняя организация. У человека некоторые нервные волокна проводят импульсы со скоростью 100 метров в секунду или 360 километров в час. Хотя говорят, что только пятая часть мозга задействована, но правильнее говорить, что мы знаем предназначение только одной пятой части мозга, а назначение остальных, четырех пятых, мы не знаем. Поверхность головного мозга, кора, имеет глубину 2-6 миллиметров, имеет извилины, благодаря которым поверхность мозга увеличивается в три раза. Человеческая психика включает в себя ощущения, восприятия, представления. Разум – абстрактное мышление, эмоции, волю. Сознание многомерно. С антологической точки зрения сознание существует как идеальная реальность, как продукт мозга. С гносеологической точки зрения сознание – субъективный образ объективного мира. С аксиологической точки зрения сознание не просто отражение действительности, но и отношение к действительности, ее оценка. С кибернетической точки зрения сознание есть информация, заключенная в сигнале. Функции сознания – познавательное, аксиологическое, функции целеполагания. Конструктивное, коммуникативное, регулятивно-управляющее. Язык. Язык – есть действенное сознание. Только мысль, выраженная в виде слов, становится доступной для других людей. То есть мысли могут быть переданы только с помощью языка. Язык является средством выражения и закрепления мыслей в словах и предложениях. Мысли без языка не только не могут быть высказаны, но не могут возникнуть в голове человека. Язык – система понятий, с помощью которых человек получает, хранит, перерабатывает и передает знания. Любой язык есть единство состава, совокупности знаков и структуры, грамматика, правила, коды. Когда мы говорим, пишем, мы кодируем значения мысли в знаках. Когда мы слушаем, читаем, мы декодируем знаки, извлекая из них значения. Язык выполняет две основные функции. Экспрессивную, то есть средство выражения мыслей, и коммуникативную, средство связи. Языки делятся на естественные и искусственные. Естественные языки с виду аморфны, как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражений и придания им смысла. В нем нет четких критериев осмысленности и утверждений. Значение многих слов и выражений зависит не только от них самих, но и от их окружения. Почти все слова имеют несколько значений. Есть слова, которые не обозначают никаких предметов. Существуют различные гипотезы возникновения языков. Подражание животным. Язык родился из рефлекторного выражения эмоций. Подражание звукам природы. Связывает с ритмичными звуками, сопровождающими некоторые виды коллективного труда. Но все эти гипотезы не объясняют, почему возник язык. Ведь и животные тоже слышат те же звуки природы, реагируют на них, выражают эмоции, но у них не возникает способности приносить речь и понимать другого. И вот тут надо сказать, что выдающееся достижение Энгельса в том, что он показал роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. И так и называется его работа. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Остановимся теперь на гносеологии, как учении о познании. Гносеология. Познание, как предмет философского анализа, субъект и объект познания, познание и творчество. Теория познания, гносеология, это раздел философии, в котором изучается природа познания, его возможности, отношение знания к реальности, выявление условий достоверности и истинности. Термин гносеология введен в середине XIX века, но само учение возникло во времена античности. Наличие агностицизма, то есть учение, которое отрицает возможность познания, свидетельствует, что познание – это сложный феномен, и здесь есть о чем рассуждать. Протагор в V веке до н.э. писал, о богах я не могу знать, есть они или нет их, потому что слишком много препятствует такому знанию. И вопрос темен, и людская жизнь коротка. Человек есть мера всех вещей, как оно кажется, так оно и есть. Хотя в таком виде человек уже некая мера вещей, а не вещи – мера человека. Основателем античного скептицизма является Пиррон IV-III века до Новой эры. Он считал, что всякому утверждению о предмете может быть с равным правом противопоставлено противоречащее ему суждение. Вывод, который он делает, надо воздержаться от категорических суждений, то есть ко всему относиться с сомнением. И этот момент, он, несмотря на то, что сейчас по-другому построена вообще теория познания и вообще философия, этот момент своё значение для науки не утратил. Прежде чем сделать вывод, надо подвернуть его сомнению, если он устоит, если он будет доказан, тогда его принимать. Английский философ Дэвид Юм, XVIII век, считал, что природа держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и представляет нам лишь знания поверхностных качеств объектов. Эммануэл Кант, XVIII век, не сомневался в существовании вне сознания вещей в себе, но считал их непознаваемыми. И тем самым он в этой части был агностиком. Немецкий физиолог Мюллер в XIX веке видел идею, что существует специфическая энергия органов чувств, играющая решающей роль в специализации ощущений. Внешние факторы лишь запускают энергию соответствующего органа чувств. Мы не знаем о сущности внешних предметов мы знаем только сущности наших чувств. Основные формы метода познания выделяют чувственное познание, которое даёт нам знания лишь о внешних проявлениях объектов. Форма чувственного познания ощущение, чувственный образ отдельных свойств объектов, восприятие, чувственный образ объекта в совокупности всех и его свойств. Представление чувственного образа или ранее воспринимаемого объекта или созданного продуктивным воображением. В отличие от чувственного, логическое познание это познание сущностное, глубинное, оно безгранично. Форма чувственного познания понятие это мысль, отражающая объекты в их общих и существенных признаках. Суждение это мысль, в которой что-либо о чём-либо утверждается или отрицается. Суждение может быть истинным или ложным. Выведение нового суждения из других суждений называется умозаключением, которое бывает дедуктивными, индуктивными и по аналогии. С гносеологией связана проблема истины в философии и науке. В целом, проблема истины в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности, истина, оценка, ценность. Проблема истины является ведущей в теории познания. При изучении проблемы истины следует выделять два момента. Определение истины и критерии истины. Существуют разные понимания истины. Истина – это соответствие знания действительности и положения, которое является главным в классической концепции истины. Классическое понимание истины разделяли Платон и Аристотель, Фома Аквинский, Гольбах, Гегель и Маркс. Истина объективна, то есть содержание нашего знания не зависит ни от человека, ни от человечества. Из понимания истины как объективной следует ее конкретность. Конкретность истины – это зависимость знаний от связей и взаимозависимости, присущих тем или иным явлениям, от условий, места и времени, в которых они существуют и развиваются. Важное место занимает такие формы истины, как абсолютная и относительная истина. Под абсолютной истиной в настоящее время понимается такого рода знание, которое тождественно предмету и потому не может быть оповернуто при дальнейшем развитии познания. Такая истина есть результат познания отдельных сторон, изучаемых объектов, консультаций, фактов, окончательное знание определенных аспектов действительности, то содержание относительной истины, которое сохраняется в процессе дальнейшего познания, полное, актуальное, никогда целиком недостижимое знание о мире. Вот что понимается под абсолютной истиной. Относительная истина – это неполное знание о том же самом предмете. Истина во все времена остается истиной, поэтому относительная истина – это истина объективная, исключающая и заблуждение и ложь. Когерентная концепция истины. Истинное знание – это самосогласованное, непротиворечивое знание. Основоположник Эммануил Кант в 20 веке неопозитивизм этого придерживался. Так, Нейрат писал, что истиность научного знания в том, что все знание представляет собой самосогласованную систему. Но еще Парменит и Зенон считали, что соответствие знаний действительности может быть удостоверено не путем наблюдений, которые не дают достоверного знания, а лишь путем установления непротиворечивости знаний. Ну, естественно, проблема противоречия и познание противоречия здесь выпадает тогда из философии. Прагматическая концепция истины – это Пирс, Джемс. истинного утверждения состоит в его согласии с конечным критерием, а этот критерий есть полезность данного утверждения для действий. В настоящее время распространем подход называемый элиминационным. Истина – это неопределенные понятия, ведущие к трудностям. Необходимо искать более удобные понятия, например, соглашения или иные заместители, то есть отвернуться от этой проблемы познания истины и договариваться. О чем договоримся, то, дескать, и будет. Проблема – критерия истины, практика и роль познаний. Декарт Спиноза Лейбниц в качестве критерия истины предлагали ясность и отчетливость мыслимого. Эти истины – результат естественного света разума, но ясность и очевидность – это субъективные состояния сознания. Второе понимание критерия истины. Критерий истины – это общая значимость, истина – то, что соответствует мнению большинства. Но еще Демокрит замечал, что вопрос об истинности не решается большинством голосов. Часто первооткрыватели, отстаивая истину, оказывались в одиночестве. Третье. Критерием истины в рамках когерентной теории истины является логическая непротиворечивость знания. Четвертое понимание истины – прагматическая концепция истины делает акцент на вне теоретических критерий, считая полезность и эффективность знания решающим критерием. Пятое. Конвенционалистская концепция решающий критерий считает решающим критерием согласие или видит согласие научного сообщества. Поскольку вопрос об истинности той или иной теории в итоге решает научное сообщество, то само согласие должно служить окончательным критерий истинности. Шестое. марксистская концепция ведущей критерии истины это практика. Седьмое. Концепция критикующей понятия критерия истины. Еще Кант считал, что понятие всеобщего критерия истины является бессодержательным. Карл Поппер делает вывод, что точно фиксируемое универсальное критерие истины вообще не существует, поэтому нет смысла заниматься его поисками. Практика это целесообразное сознательное деятельность людей, направленное на преобразование окружающего мира. Конечно, к критерии истины надо относиться системно. И все-таки решающая проверка истинности знаний за практикой. Вот, так сказать, к какому выводу пришла в итоге наука. перейдем к философским концепциям человека. Человек и мир в современной философии. Термин антропология был введен Аристотелем для обозначения совокупности знаний о духовной стороне человеческого общества. С XVI века термин антропология стали использовать по отношению к знаниям о физическом строении человеческого тела. Французские материалисты XVIII века понимали под антропологией знания о духовной и материальной стороне человека. Иммануил Кант различал физиологическую антропологию исследование того, что делают из человека природа, и антропологию прагматическую исследование того, что делает или может сделать человек сам из себя. Вопрос о том, что есть человек, возникает и получает свои первые ответы еще задолго до того, как сложилась философия. Идея человека пронизывала мышление греков, и свидетельством этого является антропоморфизм древнегреческой религии и космологии. Но именно в V веке до н.э. человек во всей полноте своего бытия оказывается в центре внимания философии. Греческую цивилизацию с полным основанием именует гуманизмом, поскольку ее завоевания были направлены на то, чтобы увеличить власть человека над природой, укрепить его положение в обществе, найти и утвердить подлинную сущность человека, его достоинства и блага. Обычно создателем первой философии человека называют Сократа. По словам Цицерона, он первым спустил философию с небес на землю, поселил ее в городах и домах, научил людей размышлять о жизни и нравах о добре и зле. Но еще до Сократа появляется школа софистов, которые видели свою задачу в просвещении людей, в том, чтобы сделать философию и науку действенными факторами жизни. В противовес древнегреческой идее, что добродетели не учатся, а с ней рождаются, софисты выдвигают просвидетельский лозунг «Добродетелям можно научиться». Под добродетелью греки понимали не только моральные качества, а всю совокупность человеческих способностей. Вслед за софистами Сократ тоже отмизовывается от ранней космологической проблематики и обращается к миру человека. Но если для софистов человек центр культуры, ее творец во всех ее проявлениях, то для Сократа человек только тот, кто познает и творит добро. Божественно санкционируя этическое познание, Сократ призывает познать самого себя. Он говорит «Познавай, ищи самого себя, испытай себя, знающий ли, добрый ли ты или нет». Сократ обращается не к человеку вообще, а к данному конкретному индивиду. Платон он был прямым наследником Сократа. Теперь о христианской концепции человека. Ранее христианство выдвигает идею бессмертия отдельной человеческой души. Раб от природы такой же человек, как и другие. Это большой прогресс. Христианство приравнивает рабов и свободных, но уже не по природе, а по духу. Христианство предлагает равенство, но это не действительное равенство, а идеальное. Одним из наиболее ценных приобретений этого этапа была идея бессмертия, однократности и самоценности человеческой личности, которая развивается в рамках христианской философии. Августин Блаженный в своем учении придает большое значение христианским идеям бессмертия человеческой души, грехопадения и искупления, но сохраняет неизменным принцип подчинения человека абсолютным нормам потустороннего мира. У Августина, как и в платонизме, человек остается во власти абсолютных и общезначимых сущностей божественного миропорядка, но вместе с тем Августин ищет пути приобщения и подчинения этой живой человеческой личности божественному миропорядку. душа человека рассматривается Августином в различных ее проявлениях как некая в себе самой замкнутая субстанция. Решающее значение для нравственной жизни имеет не интеллект, а воля. Любовь противопоставляется теории, вера знанию, живая надежда рациональной вере. В отличие от более поздней рационалистической философии, Августин выдвигает принцип душевной и эмоциональной приверженности Богу, не принцип знания, а принцип любви. В тесной связи с этим находится его учение о предопределенности, согласно которому Бог заранее определяет свое отношение к людям, неся им свою милость и наказание, независимо от их заслуг и проступков. В отличие от Августина, Фома Аквинский связывает христианское учение с философией Аристотеля. Он также понимает бы сие Бога в духе христианской религии, признает творение мира из ничего и бессмертие человеческой души. Но душа не существует до земной жизни, она создается Богом и знание приобретает не путем воспоминаний, как у Платона, а через чувственное восприятие. Человек частица установленного Богом миропорядка и занимает ранее отведенное ему место. Ценность жизни и поступков определяется тем, насколько она соответствует этому данному порядку. Теперь о человеке в новое время, человек нового времени. Реформация противовес средневековой идеи внешнего миропорядка выдвигает положение о живом, индивидуальном и однократном характере встречи человека с Богом и о личной ответственности верующего за свои убеждения. Человек как абсолютно греховное и падшее существо отделяется от Бога, отстаивая идею о непосредственном возгласии личную внутреннюю веру единственным путем спасения. Религиозные идеи извечной духовности и, простите, греховности человека и аскетизм возрождение противопоставляет свои доказательства врожденного стремления человека к добру, счастью и всестороннему совершенству идеи целостности человеческой природы, неразрушимого единства ее духовного и телесного. В эти эпохи возрождения получает свое развитие и распространение эпикурианства, что соответствовало господствовавшим тогда идеалам гуманизма, той жажде земного счастья, всестороннего развития личности, которые были характерны для раннего буржуазного мира ощущений. Рационализм античных мыслителей, платоновский дуализм души и тела обновляет себя в философии Декарта. В духе рационализма Декарт видит сущность человека в мышлении, в разумности. Начиная с сомнения истинности общепризнанного знания, Декарт путем логических рассуждений приходит к признанию первого достоверного факта, самого сомнения, а следовательно и мышление, и уж через него существование мыслящего существа, человека. Я мыслю, следовательно, я существую. Так, единственным достоверным признаком человеческого существования, определяющим природу человека, утверждается мышление, интеллект. Природное, биологическое и общественное, социальное соединяются в человеке. Антропа, социогенез и его комплексный характер. Что такое человек? Каково место человека в природе? Вечно ли существует человек, или он возник на каком-то этапе развития мира? Если он возник исторически, то каким образом? Каким было его раннее существование? В чем состоит его предназначение? Эти тесно связанные между собой вопросы издавна волновали людей. Ответы на них определялись достигнутым уровнем развития науки, естествознания, философскими и идеологическими позициями мыслителей и ученых. Несмотря на ряд гениальных догадок, проблема происхождения человека и общества в древности и средневековье была покрыта наслоениями мифологии, мистики, религиозных домыслов, ассоциаций, далеких от доказательности и обоснованности. Настоящий переворот в накоплении далеких антропологических и этнографических данных начинается в эпоху Великих географических открытий в конце XV века. В конце XIX и XX веки материалистическое естествознание в тесном союзе с гуманитарными и общественными науками существенно продвинулось в решении проблемы происхождения человека и общества. Следующий шаг в понимании первобытной истории человечества связан с построением таких общих схем всемирно-исторического процесса, в которых народы заморских стран выступали как представители ранней ступени развития человечества. Значительную роль в разработке этих теорий сыграли великие французские просветители XVIII века Жан-Жак Руссо, Дидро, Монтеске, Вольтер, Кондерсе и другие. Одни из них, в частности Руссо и Дидро, идеализировали первобытность, представляли ее как золотой век человечества, все основные позитивные качества которого утеряны последующими поколениями эпоху цивилизации. Другие, например, Кондерсе, разрабатывали концепции исторического прогресса человеческой истории, разума и культуры. Благодаря развитию разума человек проходит определенные ступени общественного устройства от охоты и рыболовства к одомашниванию животных, эпоха рабства от него к земледелию, эпоха феодализма. Первоначально каменные орудия древних людей, которые случайно находили в земле, не рассматривались как предметы, имеющие отношение к истории человечества. Их считали талисманами, посланиями богов, которые боги метают вместе с молнией на землю. Но уже в XVIII веке возник интерес к изучению найденных в раскопках орудий труда и предметов утвари первобытных людей, ведь именно такими инструментами пользовались первобытные народы Нового Света, Африки и Южной Азии. В первой половине XVIII века все чаще высказываются мысли о существовании каменного века у древних людей, о том, что каменные предметы это выполнены в незапамятные времена произведения рук человеческих, что человек существовал задолго до Адама и Евы. Сначала такие заявления резко отторгались не только церковными, но и научными кругами. В 1730 году в Парижской Академии письменности и изящной литературы разразился публичный скандал. После доклада одного французского исследователя о каменных орудиях древних людей академики устроили ему обструкцию, требуя от него признания возможности образования каменных орудий в процессе физических реакций в воздухе вызываемых ударами молнии. В середине XVIII века Линней положил начало научному представлению о происхождении человека. В своей системе природы 1735 год он отнес человека к животному миру, помещая его в свои классификации рядом с человекообразными обезьянами. Интересно, что Линней подчеркивает родство человека и человекообразных обезьян, называет орангутанга Homo Silvetris, человек лесной. В XVIII веке зарождается и научная приматология. Так, в 1766 году появилась научная работа Бюфона об орангутане. Голландский анатом Кампер показал значительное сходство в строении основных органов человека и животных. Все это позволило поставить на принципиально новую научную основу вопрос о границах между человеком и высшими приматами. В XVIII и первой половине XIX века археологи, палеонтологи, этнографы накопили эмпирический материал по объему уже достаточный для разработки научной теории антропа социогенеза. Особый интерес здесь представляет исследование французского археолога Буше де Крафкер де Перта в 1840-м 1850-м годах. Он искал, собирал группобитые каменные орудия и доказывал, что это орудие труда первобытного человека, жившего одновременно с древним носорогом, мамонтом и т.п. Открытие археолога отодвигали происхождение человека в такую глубь тысячелетий, что опрокидывали библейскую хронологию. Не случайно креационисты и клерикально настроенные ученые встретили эти открытия в штыки. Длительная его борьба с консервативными французскими академическими кругами была полна драматизма, а временами носила чуть ли не детективный характер. Только в 1860-х годах его идеи признали в науке. В 1862 году в археологии для периодизации истории каменного века были введены понятия палеолит и неолит. Учение Дарвина как основа материалистической теории антропогенеза. В первой половине 19-го века создаются и теоретические предпосылки для создания научного учения о происхождении человека. Они связаны с развитием в биологии идеи эволюции органических форм. В свете этой идеи эмпирический материал о древнейшем прошлом человечества получал качественно новое теоретическое толкование. Однако вопросы о происхождении человека выводились за рамки эволюции живого и долго рассматривались в духе согласия с основными религиозными догмами творения человека Богом. Даже Ламарк не решался довести до логического завершения идеи эволюции человека, то есть до отрицания роли Бога происхождения человека. Он завершил разбор проблем происхождения человека своей философией и зоологией словами об ином происхождении человека, чем только лишь от животных. В 1871 году вышел в свет труд Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», которым на громадном фактическом материале из сравнительной анатомии, зоогеографии, истории, археологии Дарвин обосновывал два кардинально важных положения о животном происхождении человека и о том, что современные человекообразные обезьяны представляют собой боковые ветви его эволюции, а человек ведет свое происхождение от каких-то вымерших более нейтральных форм. Хотя идеи Дарвина не были приняты клирикалами и креационистами, подвергались нападкам со стороны священнослужителей и реакционеров самых разных мастей, тем не менее, последующее развитие учения о происхождении человека было возможно только в русле естественно научного материалистического мировоззрения. Тот, кто не смотрит подобно дикарю на явление природы как на нечто бессвязное, не может больше думать, чтобы человек был плодом отдельного акта творения, писал Дарвин. После работ Дарвина материалистическое положение животного происхождения человека стало краеугольным камнем теории антропа социогенеза. поскольку человек это не только биологическое, но и социальное существо, то его происхождение нельзя свести к действию исключительно биологических факторов эволюции. На определенном этапе в биологическую эволюцию предков человека должен был включиться еще и некоторый надбиологический и социокультурный фактор. Какой же это фактор? Ответ на этот вопрос дал Энгельс в работе роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. В ее основе лежит идея о том, что труд не только средство преобразования окружающей среды и удовлетворения потребностей человека, но и средство изменения самого человека. Именно трудовая деятельность является всеобщим основанием человеческого бытия, а вместе с тем и решающим критерием, разграничивающим человека и его животных предков, человекообразных обезьян. Идея роли труда в происхождении человека и общества не потеряла своего значения и по сей день. Все специалисты по древней археологии палеоантропологии исходят из представления решающей роли труда в антропо-социогенезе. Предпосылки антропо-социогенеза общей предпосылкой возникновения человечества выступило длительное историческое развитие природы. Пьедесталом антропо-социогенеза явилось развитие органического биологического мира в его единстве с геологическими, географическими, климатическими, физико-химическими, космическими и другими неорганическими абиотическими системами. В соответствии с современной теорией эволюции историческое развитие биологических организмов определяется рядом эволюционных факторов мутационными процессами, популяционными волнами, изоляцией, естественной отбором и другое, включенными в взаимодействие с абиотическими системами природы. Эволюция действует не на отдельного индивидуа, а на популяцию. Через последовательную смену поколений сохраняются и утверждаются те признаки, которые оказываются удобными в данных условиях среды. Такое взаимодействие абиотических систем с эволюционными факторами определяло предпосылки протекания антропа социогенеза. Абиотические предпосылки антропа социогенеза лучше всего изучены в том, что касается геологического, географического и климатического фона, на котором возник человек. Меньше изучены космические и физико-химические факторы, которые, безусловно, оказывали большое влияние на процесс антропа социогенеза. Становление человека происходило в последний период каинозойской эры истории Земли, в конце эпохи неогена. Геологические процессы – важная часть абиотической среды, изменения которые определяли развитие органических видов. Геологические предпосылки антропа социогенеза включают в себя ореденение и потепление, усиленный вулканизм, сейсмические и тектонические процессы, повышение уровня радиоактивности в результате землетрясений, горообразований, тектонических разломов коры и другое, изменение магнитного поля Земли. За последние 5 миллионов лет магнитные полюса Земли менялись 4 раза и так далее. Биологические предпосылки понятия антропа социогенез не проведя анализ эволюции высших биологических организмов, их анатома физиологического строения, которое послужило предпосылкой формирования определенной телесной организации человека, а следовательно перехода к трудовой деятельности, формированию сознания. Современное материалистическое естествознание исходит из того, что человек естественным образом произошел от высших представителей животного мира человекообразных обезьян. Человек обезьян имеет столько много общих свойств, что это позволяет объединить их в один отряд приматов. Приматы высшие представители класса млекопитающих. В современной фауне насчитывается около 200 видов приматов среди более чем 4000 видов млекопитающих. Невозможно себе представить появление человека в составе иного отряда менее одаренного. Приматы обладают широким набором высших биологических качеств. Особенно важно то, что большая подвижность отряда приматов и разнообразие функций их передних конечностей обусловили развитие большого по размерам головного мозга и его высокую дифференциацию. Ведь быстрое перемещение в трехмерном пространстве и цепки передней конечности, помогающие исследовать окружающую среду, высокая координированность движения требует высокой организации нервной системы. Основные пути перестройки телезной организации ископаемого предка в направлении очеловечивания прямохождения развития руки и мозга, так называемая гоминидная триада. Переход к прямохождению, смены древесного образа жизненно-наземной одна из важнейших предпосылок к формированию гоминид. Использование природных предметов это еще не труд. Труд предполагает создание орудий труда. Поэтому австралопитековые относят к животному миру, а не к миру людей. Но прямохождение, питание мясом, использование природных предметов для добывания пищи делает этих человекообразных обезьян непосредственными предстоятельниками человека. Биологическая эволюция австралопитековых связана в первую очередь с переходом от древесной жизни к наземной. Это сопровождалось увеличением опасностей для жизни австралопитека. Так, ряд черт поведения австралопитековых, сложившихся в условиях древесной жизни, был мало пригоден, а то и вовсе вреден для наземной жизни. Австралопитек медленно бегал, у него не было когтей и клыков, необходимых для самозащиты. Малая лодовитость, как и у всех высших приматов, грозила вымиранием вида в условиях наземной жизни и другое. Поэтому естественный отбор происходил в направлении закрепления в развитии тех качеств австралопитековых, которые позволяли противостоять враждебной окружающей среде. Прежде всего совершенствовалось промахождение и устойчивость тела, увеличилась подвижность передних конечностей, для того, чтобы использовать камни и палки для защиты и нападения, выкапывание корней и клубней, сдирание шкуры субитого животного, разрезание мяса и тому подобное. Кроме того, увеличивались отделы головного мозга, которые обеспечивают ориентацию в пространстве, возрастали взаимозависимость членов стада, эксплоченность, усиливались связи внутри стада, развивались средства общения, психика, формы отражения. У андропоидных предков человека трудовая деятельность производства орудий труда закономерно и неизбежно формируется в ходе систематического использования естественных предметов. С возникновением и освоением производства орудий труда был осуществлен один из важнейших в истории развития материального мира качественный скачок, и из биологического мира посредством трудовой деятельности выделилась в качественную новую форму материи человеческое общество. Ведущей биологической предпосылкой, которая сцементировала все остальные предпосылки антропосоциогенеза, синтезировала и вела их к образованию исходного первичного производственного коллектива, была, видимо, стадная охота. Именно в стадной охоте деятельность в принципе коллективной складывается и орудийное практическое отношение к природе, и социальные отношения между членами первобытного стада, а также формируется высший уровень психики сознания. Вместе с тем возникновение зачаточных форм труда еще не означало, что на развитие общества перестали влиять биологические факторы. Еще долгое время природные условия вели за собой формирующегося человека, постепенно выходившего через из посредства орудия труда, из животного состояния, преодолевавшего путы природно-биологических связей, формировавшего деятельное практическое отношение к миру. Человек вошел в мир бесшумно, так образно характеризовал первоначальные формы человечности один из выдающихся антропологов XX века Пьер Биологические предпосылки социальных отношений Генезис человека это единый процесс морфофизиологического превращения животного в человека антропогенез и стадных объединений животных в человеческое общество социогенез становление социальных отношений способствовало обузданию биологических инстинктов, в том числе появление зоологического индивидуализма, замене их отношениями социальной коллективности, Коллективность человеческих объединений обусловлена также характером передачи опыта. Если в биологическом мире опыт передается через естественный отбор, то накопленный в процессе труда опыт, то есть социальный опыт, надо передавать каждый раз заново от одной особи к другой, от одного поколения к другому. Трудовые навыки не закрепляются генетически, и каждое новое поколение должно усваивать опыт предыдущих поколений, чтобы получить возможность эффективно трудиться. Биосоциальное общение у антропоидов поддерживается средствами коммуникации, язык жестов, звуковые сигналы, выражающие радость, печаль, злобу, возбуждение и т.п. Действиями поцелуя, объятия и прочее. Важную роль играет и демонстрационное манипулирование, как зачаточная форма передачи индивидуального опыта стадному коллективу или его части. Создание родового общества 35-40 тысяч лет назад означало полную победу социальных факторов развития человека над биологическими завершения антропа социогенеза. На этом мы сегодняшнюю лекцию закончим. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok